...это конкретные формы, которые мы видим перед собой, а думаем вот об этой штучке. Поэтому получается, что, во-первых, нам надо это делать знать наизусть, а во-вторых, вопрос в том, что ее надо научиться применять. Когда мы начинаем с этим работать, у нас возникают еще всякие косяки. И вот хотелось бы эти косяки как-то проработать, может, в течение нескольких наших занятий. А потом вот этот же момент разобрать уже применительно в фигуре человека. Соответственно, вот сегодня мы попробуем начать с каких-то азов. Смотрите, какой момент очень важный для анализа любых форм, человекообразных, человеческих форм, любых. То, что, понимаете как, с одной стороны нам надо как бы выучить все планы, но с другой стороны мы все равно должны рано или поздно научиться сами импровизировать на эту тему. Потому что если у нас не будет своего собственного подхода к тому, что есть перед тобой какая-то форма, вот возьми-ка и разбей ее на планы, а потом еще посмотри, как это сделали другие. То есть, если этого не будет в самом деле конечный, то будет ерунда, потому что за этим не будет стоять наше собственное мнение. И вот получается так, что к любой человеческой форме и вообще какой-либо в жизни, мы должны иметь некий простой подход. Простой, чтобы мы не просто запоминали бесконечное количество всяких мелочей. Вот простой подход заключается в том, что мы на любую форму применяем то, что есть на кубике. То, что у него есть шесть планов. Передний, задний, два боковых, верхний и нижний. Есть переходные зоны между ними. То есть, мы сейчас взяли напильник и сточили. Иногда эти переходные зоны, они состоят из парочки планов. Они не всегда, скажем так, одинаковые. И форма вот этих самих основных планов тоже варьируется. Этот момент очень важный, его надо понять. Потому что, если мы в течение хотя бы нескольких лет это не поймем, то у нас все это останется таким каким-то неопределенным, непонятным. Так вот, соответственно, вот на голове у нас также есть верхний план. Верхний план, он на самом деле, можно его по-разному прочитывать. Можно сказать, что верхний план досюда. Можно сказать, что верхний план досюда. Потому что вот эта часть, она и есть та самая переходная зона. Переходные зоны, они как бы на границах основных планов возникают. Верхний план, вот это боковые планчики. Да, два боковых. Передний и задний. Еще есть нижний. И вот, если у нас верхний план, он имеет кроме себя еще маленькие, как бы, такие кусочки его, кроме основного, себя верхнего плана, имеет маленькие кусочки. Видите, как россыпь такая верхних планчиков. Да, вот основной и сюда, так, чук-чук-чук, россыпи. Тут нижний, он тоже имеет такие россыпи нижних планчиков. То есть, основной и нижний здесь, но, видите, маленький кусочек. Есть, ну, можно сказать, почти что условно нижняя вот эта часть, которая важна очень на затылке. Это подчеркивание затылка. Ну и есть вот такие вот нижние планчики. Вот здесь, вот здесь, вот здесь. Вот. Получается так, что в основном мы вообще, к сожалению, интересуемся только вот этой зоной. По жизни. Вот это вот мы знаем плохо. А если попытаться наизусть как-то воспроизвести задний план, то вообще наступает труба. То есть, мы понимаем, что мы ничего не знаем. Вот. И какой здесь происходит, какая здесь возникает проблема? Проблема возникает такая, что, если мы посмотрим, вот масса лица, она психологически для нас, конечно, важна. Но если посмотреть с точки зрения массы, видите, какая она небольшая. А вот есть основная масса головы. И получается так, что первые годы основная масса головы, она для нас неосознанная остается. Неосознанная. И вот, если взять, например, ситуацию, знаете, как рассказывают, там, вот я пришел учиться рисовать, а мне сразу голову поставили. Может, я пожалуюсь там на этого преподавателя. Вот это вот такая хрестоматийная ситуация. Почему? Потому что человека нужно погрузить в голову. Для этого ее как бы много рисуют. Но. Следствием этого является не просто то, что ты там во что-то попадаешь, какие-то места. А следствием этого является то, что ты голову осознал. Она у тебя поселилась. У тебя появилось как бы некое вот ощущение. Вот сидит на шее, да? Вот она живет. Вот. Так что без этого получается ерунда какая? Что у нас на шее, по сути, сидит лицо. То есть мы к шее приделываем лицо со смещением. И вот некая такая терра инкогнито. Вот эту терра инкогнито, ее надо запустить, чтобы мы ее знали. Вот. Для этого, конечно, основным упражнением, самым важным, является все-таки наброски обрубовки в разных ракурсах. И потом наброски голов. Вот следующая стадия, которую мы, я надеюсь, потом затронем, она заключает, что после того, как ты обрубовку изучил, ее надо научиться к голове применять. Там наступает труба, потому что там лежит очень глубокая пропасть. И у большинства людей обычно вот есть обрубовка, вы рисовали, да, рисовали. Какое это оказало влияние на твою жизнь? Вообще никакого. И тогда получается, что она бессмысленна. А смысл именно в том, что ты научился ее применять к голове. Вот. Вот такие вот моменты. Итак. Вот у нас здесь с вами верхний планчик, да. Он имеет центральную форму. Ну, в общем-то, видите, вот клубные губры, да. И от них пошло-пошло-пошло-пошло-пошло-пошло. И вот сюда назад. Все достаточно лично. Лента такая, да. Сюда она немножко расширяется, но это связано с тем, что, в принципе, голова сюда расширяется. То есть вот эта вот часть, это самое широкое место головы. Вот если мы говорим с вами о том, что голова это яйцо, да, или такая толстая капля. Вот если вот так смотреть, это тоже яйцо. Вот, и вот эта вот лента, она как бы сюда, так вот, перетекла на лобную часть. И есть две зоны такие, переходные. Переходные, которые уже тяготеют пока. При этом, на верхнем плане самая высокая точка, да, то есть у нас получается, что она поднимается-поднимается сюда. Здесь наступает перелом, вот эта граница задней, уже перелом на заднюю сторону. Обычно, когда, если голову формуют, то здесь как раз проходит шов. Именно по этой причине, потому что это самое широкое место. То есть она может сняться. Вот. И сюда он плавно стекает. Здесь наступает тоже переходная зона, которую мы, ну, все-таки, наверное, больше идентифицируем с задней планом, чем с верхней. Поэтому можно сказать, что, собственно, верхняя-то вот эта. Здесь вот тоже такая плоскость. Потому что вот это не прямое, да. Здесь вот есть самая высокая. Вот здесь есть такая плоскость, она обычно у людей есть. И вот здесь еще. Так вот, получается так, что то, что эти все переломчики очень мягкие, оно рождает такой барьер в голове, что человек просто не может этим пользоваться никакой. В этот момент нужно глубоко внутри себя очень хорошо обмыслить. Очень важно. Потому что эти переломы мягкие, но, тем не менее, ты их осознаешь. И с этим связано то, что мы вот первое время там бьемся в рисунки над рисованием предметного мира, всякой ерунды, для того, чтобы у человека хоть какие-то навыки были. Но потом, когда начинается голова, чтобы человек по-настоящему головой овладел, вот, на самом деле, нужно очень много голов нарисовать. Поэтому некоторые преподы, они вот эту начальную часть просто исключают. Сразу человек сажают на голову, да. Человек в ужасе, но, на самом деле, через несколько лет ему будет все равно, как он начинал, поэтому потом это пройдет. Итак, значит, соответственно, вот у нас верхний план переходит сюда. Вот здесь у нас лобные бугры. И вот такие вот здесь поворотики. На боковой планчик. Очень важные точки. И вот здесь есть такая часть, которая немножко напоминает глобус. То есть такие меридианчики, которые сюда стягиваются. Вот, условно, можно сказать, что это шар. Более того, можно сказать, что вот это вот шар. Вот эта вот вся часть затылок. Это все шар. Если представить, что это яйцо, да, вот в яйцо вписывается, частью яйца является шар. А сюда, как бы, приставлен еще кусочек шара. Кусочек. Вот. Вот такой момент. Поэтому можно сказать, что это яйцо все, но можно сказать еще, что это шар. И сюда кусочек шар. Сейчас мы попробуем это графически еще. И вот это вот у нас передний план. Вот. Видите, перелом здесь очень важный. Он, кстати, немножко напоминает по форме на щечнике римского шлема. Видите? Ну, собственно, почему здесь оканчивались на щечнике? Потому что здесь как раз перелом формы наступает. Видите? Вот. Вот. И получается так, что вот, собственно, передний, это все-таки вот эта зона. Такие вот есть переходные всякие штуки. И получается вот как у нас идет вот такой достаточно мощный. Его надо воспринимать как нечто целое. Ну, это если сейчас взгляд расфокусировать, то, соответственно, вы это дело увидите. Которого торчит. На котором, правда, есть разрез. На нем есть разрез, поэтому форма немножечко разошла здесь. И еще как отдельную форму хорошо представлять себе подбородок. Почему как отдельную форму? Потому что у него вот он идет, идет, идет. Сюда вот заворачивается. Если бы он без подбородка мог вообще целиком завернуться. А сюда так вот вперед, так пинг. Ну, и здесь, соответственно, вот зона, которая тоже делится на плач. Я думаю, что сейчас мы начнем написать, что она сюда подымается. Так же, как вот эта подымается и спускается, так же боковая часть сюда подымается. И у нее есть ее центральная. Как бы вот самая такая квинтэссенция, которая смотрит четко в бок. Все остальные уже немножко тяготели. Соответственно, вот тоже она здесь подымается, тоже имеет верхнюю точку. Здесь верхнюю точку. Здесь тоже. Все это первое. Ну, как правило, по классике. Вот ухо. Тут такая вещь, надо осознать, что, в общем-то, ухо это не столь важно. То есть, там много завитков, которые достаточно утомительно рисовать. Но, по большому счету, вот это просто вот такая вот плюшечка. Кроме того, ухо, в отличие от остальных деталей лица, оно не оказывает, в общем-то, влияние на форму головы. Поэтому, как бы, к нему можно относиться достаточно спокойненько. Вот здесь очень интересные такие вещи. То есть, здесь вот выявлена у нас скула. Для чего она выявлена? Дело в том, что в жизни эти вещи гораздо мягче. Здесь это специально выявлено. Для того, чтобы мы это дело замечали. Потому что все-таки это деталь конструкции. Дальше идет обычно такая боковая плоскость, и здесь перелом. На самом деле, здесь жевательная мышца у человека. Здесь происходит такой вот переломчик, от которого форма стягивается туда. И здесь очень интересно, вот здесь вот есть тоже такая плоскость, которая вот сюда назад как раз. Маленькая. Это все, естественно, очень хорошо на себе изучить. Видите, он делится тоже на плоскости. И подбородочек у нас тоже делится на плоскости. Вот здесь. Вот здесь у нас такой вот интересный ход, который, в общем, практически у всех есть. Здесь такие бугры. Здесь вот такая вот часть. Ну как, немножко напоминающий даже треугольник. Сюда есть часть. Здесь тоже стягивается вот такими. И здесь идет поворот как бы вниз. Так вот сюда. То есть это задняя часть. Ну, она мягкая. Но, в общем-то, она бывает довольно такая, довольно ощутимая. Вот здесь вот важная вещь, подчеркивание. Вот. С этими вещами еще вот что важно. То, что какая бы там ни была прическа, вот так же, как через одежду мы должны видеть фигуру человека очень хорошо. Так же и, соответственно, вот через любые волосы мы должны видеть то, что на самом деле вот эти планчики работают. Обычно здесь несколько стадий. Первая стадия отрицания, да, вторая стадия там может быть. А третья стадия, когда ты постоянно это везде видишь. Тебе некуда от этого деться. Вот. Ну, вот здесь еще такой вот отросток. Вот на черепе, да, сосцевидный. Сюда идет мышца. Грудиноключично-сосцевидная мышца. То есть она идет на ключицу. От нее идет сужение назад. То есть эти вот плоскости, они шеи, она сужается. Третья плоскость шеи пошире. Она образована вот этой мышцей. Ну, и здесь кадык. Собственно говоря, эти вещи все достаточно банальные, но... Двигаться. Вот первая стадия, она очень важная. Это композиция в листе. Но дело в том, что композиция в листе, она так же связана с... Здесь я сейчас себе побольше расставлю на какие-то эти самки, а то у меня композиция будет... Вот. Композиция в листе связана еще и с пропорциями и характером формы. Потому что, если вы взяли в неправильных пропорциях, там, значит, наступает цепочка, как бы, таких действий, зависимых. Сначала человек берет композицию хорошую, но с неправильными пропорциями. Потом он начинает исправлять пропорции, и у него летит композиция. Вот тут надо понимать, что, в принципе, учебные рисунки могут выглядеть по идее как угодно, а вот ваши творческие работы, они... В них композиция должна быть главнее, может быть, даже всего. Поэтому, если вы решили, что она у вас здесь располагается, а, допустим, вы сделали, там, не знаю, пробью вот тут, то не надо добавлять вот так, а надо утрясать, надо ужимать. Здесь важный такой момент психологический, человеку трудно решиться ужимать, человеку легко добавлять. Он что-то накосячил, и он тебе говорит, ну, вот, там, да, вот, поспосяк, да. Давайте, ну, я могу легко это ликвидировать тем, что я добавлю. Но, дело в том, что если у тебя фигура человека, ты не можешь, да, вот, если у тебя... Это портрет композиционно как-то ты... Ты можешь иногда чуть-чуть добавить, да, слегка, какие-то проблемы, но в целом нет. Поэтому нужно научиться ужимать, решаться ужимать. Если ты нарисовал фигуру, которой короткие ноги, вот здесь таз, здесь гигантская голова, то есть не всегда нужно добавлять, ну, там, что, может быть, здесь край листа, а может быть, у тебя здесь группа. И, соответственно, там, это ее площадь. Поэтому нужно его число ужимать. И пи***. Вот. Так вот, получается, что, с одной стороны, нам надо стараться взять в пропорциях, а как нам взять в пропорциях? Соответственно, нам нужно пожертвовать чем-то, пожертвовать деталями. Когда нам говорят, б***ь, что мы пожертвуем деталями. То есть психологически ты должен отказаться от деталей на время. И тогда ты чувствуешь некую легкость, свободу. У тебя есть нечто основное. И вот дальше наступает очень важный момент. Надо осознать, ничего ты не взял. И не можешь ты никакие детали дальше рисовать. Ты должен работать только над большим. Но человек говорит, а как же я не могу детали? Я же без деталей не понимаю, что я не взял. Я же еще не это самое. Я не могу так вам представить обобщенно. Ты детали можешь намечать. Здесь очень большая разница. То есть прорисовывать детали или намечать. Потому что какую ошибку делает человек? Он начинает делать нос, во-первых. Причем не на месте обычно. И начинает вот здесь копаться. Почему? Потому что это для нас с детства как-то близко. Эта часть мы как бы к ней. Легче нам с ней. Это вот мы все игнорируем. А по сути, для того, чтобы обладать головой, нужно игнорировать вот эту зону, а заниматься вот этой частью. Это очень важно. Почему важно? Потому что когда ты занимаешься ощущением головы, что ты голову располагаешь. Поэтому, вот мы взяли, допустим, здесь что-то попытались. Дальше мы снова и снова это берем. Что мы берем? Располагаем в листе пропорции и характер формы. Вот характер формы, это что такое? Это какая у него в целом форма, если обобщенно представить. Вот у груши одна форма, у морковки другая, у яблока третья. Это все их характер формы. При этом, может быть, груша и яблоко примерно одних пропорций, но характер формы, то есть какие-то мелкие пропорции, да, будут у них разные. Вот мы обычно эту стадию профукиваем. И вообще все глобальные стадии мы первые годы очень сильно профукиваем. Если мы научились начальные стадии делать хорошо, это значит, что мы уже несколько лет плотно учимся. И мы... Это очень важный момент. Поэтому нужно как бы вот эти начальные стадии в класс. Никуда ты идти не хочешь, тебе там хорошо. Если это живопись, ты берешь колорит, общий, ничего ты не прописываешь. Если это рисунок, то ты говоришь себе так, ну вот, как в целом, где? Намечаю части, но не прорисовываю. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!